Притягнение уваги до проблемы забружывания новокольного сяродя, проведение упорядок прибережной зоны водоёмов и экологичное выхование насельництва. У акции «Чистый водоём» некольки задач, и тяжко сказать, какая из них больше важная. Проводится акция «Сёмый год запор» и за всё до организаторы запрашают принять уделу ёй у сих необъяковых до стану новокольного сяродя. Коли мерковать по выниках сёлетнего мероприемства, шмат хтоя шелишить нормальным покидать смете на природе после так званого «актылного отпочинку». Мусор не сам по себе появляется на берегах наших водоёмов и рек. Это его приносят с собой, привозят на автомобилях к отдыхающим. К сожалению, ещё остаются такие факты, что мусор после своего отдыха или отхода они не убирают, не складируют с собой, возят в установленное место, утилизируют, а бросают в кусты и просто оставляют там, где он и лежит. Очередные отдыхающие, те, кто потом захочет здесь, на этом месте, отдохнуть, соответственно, вынуждены либо убрать данное место, либо искать новое очищенное. Подадзенный Белорусского товариства полеуничых и рыболовов, объёмы смете, якое сбирается с одного километра береговой линии, сменьшается каждый год. За три опошние годы ГТЛ-шба знизилась амальна чверть. А усяго каждый год супрасовники товариства разом с іншими удельниками приводят в парадок каля одной тысячи километров береговой линии водоёмов. Правда, в связи с эпидемичной ситуацией, сё лето уделу акции на Гомельшине был не таким масовым, як летось. Где-то такие знаковые водоёмы мы уже очистили. В основном на знаковых водоёмах его на самом деле меньше. Ну и уже в более таких местах, более диких, то есть более такой старый мусор, на примере вот этого всего мусора, он находится, он лежит, мы его собираем. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Ёвген Макенко, Телерадо, компания Гомель.